На днях Кадыров вручил своей жене грамоту от Путина, которую ей прислал Путин. И Кадыров решил ее вручить официально, под камеры, под аплодисменты своих товарищей. А ведь Джохара таким сделала советское обучение и советское общество. Андрей, я конечно понимаю, что вам хотелось бы так думать, но увы нет. Подобные вещи я очень часто встречаю и на различных авторитетных изданиях, тоже бывают подобные опечатки. Это немножко другое. Здесь попрошу вообще не придираться. На днях Кадыров вручил своей жене грамоту от Путина, которую ей прислал Путин. И Кадыров решил ее вручить официально, под камеры, под аплодисменты своих товарищей. Президент Российской Федерации. Благодарность за активную общественную деятельность Кадырова и Бедни-Бузаева. Зависитель руководитель секретарта главы Чеченской Республики. Москва. Кремль. 6 августа 2021 год. Владимир Путин. Какая милота. Недавно выступая, Кадыров говорил про то, что сейчас в Чечне есть та свобода, к которой стремились Шейх Мансур, Байсангур и другие наши чеченские герои, ставшие героями за счет своей борьбы с Россией. И он говорил, что вот сейчас именно Кадыров добился этой свободы. Он теперь тот самый последователь этих героев. Он все-таки привел наш народ к этой свободе. Так вот, вот эта свобода, к которой он, оказывается, стремился. По его мнению, именно к этой свободе стремились эти наши герои. И Кадыров ее осуществил. Это свобода делать все, что ты хочешь. Как сказал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха в своем хадисе. А если ты не стесняешься, то делай все, что тебе угодно. Вот Кадыров делает все, что ему угодно. Публично, под аплодисменты своих товарищей, награждает свою жену грамотой, которую ему прислал Путин. Спасибо тебе огромное, Рамзан Ахматович Кадыров, за эту свободу, которую ты принес наш народ. Я обязательно ею воспользуюсь. Когда получу золотую кнопку Ютуба, я тоже под аплодисменты, под камерой в прямом эфире передам ее своей жене. Награжу свою жену, следуя твоему примеру. Большое тебе спасибо за эту свободу. Ассаляму алейкум. Что думаете про Максима Шевченко? Как я помню, он многократно менял парадигму взгляд в политарене. Ассаляму алейкум ассаляму. Вчера я наткнулся на ролик. На канале Барракуда есть такой шуточный, наверное, персонаж. Его зовут Виталий Наливкин. Ну, точнее, это его псевдоним, наверное. На самом деле, я не знаю, как его зовут. Он имитирует какого-то чиновника в Уссурийске, что ли, или где-то там. Ну, в общем, это просто как бы стеб над проблемами региона. Точнее, над властью, будем откровенны. И вот я натыкаюсь вчера на ролик, где Максим Шевченко на этом канале, и что-то он комментирует один из шуточных таких роликов Наливкина. И я думаю, ну, так, сначала я подумал, наверное, они что-то смонтировали. Потом я понимаю, что нет, не смонтировано. Я начинаю думать, неужели Максим Шевченко как-то подумал, что это реально что-то, и стал это комментировать. А потом я понял, что он просто принял в этом участие. Там везде фигурирует название партии Шевченко, от которой он баллотируется. Ну, хочет он и баллотируется, и уже баллотируется в Думу, не знаю, пустили они его или нет. В общем, это такая коллаборация, оказывается, была с этим каналом. Ну, смешно, забавно, конечно. А так, отношение к Шевченко, ну, я не считаю этого человека каким-то абсолютным злом. Да, есть в нём вот эти вот моменты переодевания на лету, на ходу. Очень жёсткая риторика в отношении любой проблемы на Западе. И очень мягкая, обходительная риторика по поводу более серьёзных глобальных проблем в России. Да, у него это есть. Можно ли его за это оправдать? Ну, наверное, кто-то оправдает, скажет, ну, в таком положении. Кто-то скажет, что вообще такой прокремлёвский полностью чувак. Я скажу, что да, он везде его, вот во всём его понемногу. Он и кремлёвский насколько-то, он и оппозиционный насколько-то, он и антизападник насколько-то, и прозападник насколько-то. И вот в нём он выбрал в себя вот всё, что возможно в этой российской политике. Можно ли главам региона, таким как Кадыров, стать кандидатом президента РФ по закону РФ? Ну, я не сильно знаю законы РФ в вопросах избирательного этого права. По-моему, могут они, если я ничего не путаю. А может и нет, я не знаю. Может быть для того, чтобы баллотироваться им надо уловиться с работы. Не знаю. А ведь Джохара таким сделала советское обучение и советское общество. Андрей, я, конечно, понимаю, что вам хотелось бы так думать, но, увы, нет. Советское обучение, советская школа не учила Джохара этому. Не учила его к воле, к свободе. Наоборот, советское обучение подавляло эту волю. Советский Союз был врагом свободы, всех свободолюбивых народов. Так что нет, его этому как раз таки не учили. Его учили обратному. Но дома, в его семье, его учили свободе. К воле, к свободе. Так что это заслуга его родителей, заслуга его окружения из числа чеченцев. Добрый вечер, Тумсо. У вас очень грамотно поставлена речь на русском языке. Но хотел бы сказать, что в телеге вы пишите с ошибками. Будьте внимательны. Я, кстати, хотел бы сказать, что вне зависимости от того, что я говорю на русском, ну, более-менее нормально. У меня по русскому языку всегда было плохо в школе. Я, можно сказать, был таким троечником. Именно по русскому. Так что я не силен в грамоте. Писать как-то грамотно, там, эти знаки препинания ставить именно где их нужно. Я не умею. Очень часто я могу там вообще этими запятыми злоупотребить. Я где-то могу наоборот их не доставить. Так что в этом плане меня не судите строго. И мне за это абсолютно не стыдно. Русский язык не является моим родным. Я не обязан его грамотно знать. Хотя в целом, конечно же, я был бы счастлив, если бы я знал бы его на уровне Пушкина или Достоевского. Но, увы, нет такого уровня. Но бывает там, где ты как бы не знаешь, где поставить этот знак препинания, допустим, правильно, где должен быть дефис, где тире, где двоеточие, троеточие ставится после вопросительного, а где до него, там, кавычки, закрывают до знака препинания. Или после. Есть такие моменты, которые именно я могу не знать. И здесь я буду вас просить, ну, не судить меня строго. Но в большинстве случаев все-таки бывают просто типичные опечатки. Где-то там Телеграм может сам заменить какой-то текст. И это не то, к чему нужно придираться. Подобные вещи я очень часто встречаю и на различных авторитетных изданиях. Тоже бывают подобные опечатки. Это немножко другое. Здесь попрошу вообще не придираться. Субтитры создавал DimaTorzok